всем привет меня зовут дэн вы на канале интернет-магазина пловер ru и мы продолжаем нашу серию роликов когда мы ходим к нашим друзьям и готовим вкусные блюда сегодня мы в друзьях у музыканта композитора профессионального пловца или слава в гостях в гостях до друзьях в гостях да александра саш привет 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 да что мы будем готовить я позреваю плов дам будем плов готовить по моим по составу продуктов это ясно и любой это поймет вот но плов нас необычный будут нюансы вот начнем с того что это праздничный плов но поскольку я люблю также чайханский плов то здесь будут традиции вот смешение традиций двух этих вот знаменитых вариантов узбекского плова этот еще раз праздничный ташкентский плов и чайханский плов мы что-то среднее общее вот а пловный коктейль да совершенно верно да а в чем различие мы будем в каждом шаге я буду по немного рассказывать вот тонкости очень много думаю всем будет очень интересно ну а нам будет потом вкусно я в этом уверен отлично а что у нас на столе то есть давай начнем что за рис многие спрашивают интересуются с какого риса готовить до нам на мой взгляд ну и не только на мой взгляд лучший рис для узбекского плова это лазер такой длиннозерный пропаренный рис лазер да ну я не верю что он лазер на самом деле в энциклопедии пишут что он и лазер и лазер вот так что скорее всего что он был все таки лазарем изначально вот харизмский такой вот сорт риса который с нейтральным вкусом он не не перетягивает на себя одеяло вот прекрасно дополняет вкус всех остальных продуктов вот потом а нут вот вот здесь вот начинается как раз вот тонкости в праздничный плов всегда кладут но практически всегда в чайханский плов его практически никогда не кладут вот уже начали я вижу он замочен это как долго замочить до его обязательно и идеальный вариант замочить его за сутки вот тогда в холодной воде он набухает вот и потом небольшое количество часов времени минут варится и готов к употреблению но если вы не успели так как у меня часто бывает то его можно замочить в крутом кипятке вот добавить несколько чайных ложек соды ну 2 будет достаточно вот и буквально за два-три часа до готовки то будет достаточно отличный лайфхак спасает до наши трудовые будни это важно да хорошо что у нас дальше овощи овощи знаменитая ну в смысле морковь у нас вот есть красная есть желтая морковь что достаточно редкость в москве вот у нас например но в ташкенте из нее готовились покон веков и таджикский плов тоже часто готовится и именно из желтой моркови она чем-то отличается или только цветом размером цветом размером и вкусом до в основном все то же самое я надеюсь попробую что ни разу в жизни не пробовал желтую морковь очень интересно как она выглядит до приготовления сырая и уже потом да кстати ее нужно будет обязательно нарезать и сравните с красной морковью я думаю что ты сразу почувствуешь разница иногда она бывает более сочной и более сладкой и даже может быть слаще чем красная морковь иногда бывает и по-другому посмотрим как у нас сегодня но вообще выглядит она очень здорово немного зеленоватое здесь вот что может показаться не очень хорошим показателем вот но на самом деле это очень здорово все вот потом у нас будет чеснок опять же начались различия в праздничный плов ну может быть сейчас какое-то количество ну там пару лет назад кто-то может быть и начал класть его в праздничный плов но вообще по традициям в праздничный никогда не кладется чеснок а в чайханском наоборот он всегда присутствует но мы любим чайханский плов любим чеснок поэтому положим цене сейчас лишние витамины лишними не будет для здоровья до лишнего витамина не бывает это правда да лук еще один момент в чайханский плов он кладется всегда в большом количестве сильно прожаривается что дает плова такой темный насыщенный цвет и насыщенный вкус в праздничном плове его или очень мало или даже вообще честно не кладут со мной многие захотят нами поспорить на эту тему но я не раз видел как пловные мастера или не кладут его совсем или кладут его не жаря в слой морковью вплетают вот но тут вот просто классический репчатый тоже есть дьявы красный лук тут только но если у вас будет красный лук я думаю что ничего страшного не не случится вот но мы положим обычный классические репчатые светлые да а красный тогда у нас же есть да у нас есть красный мы его используем в салате хорошо два блюда сегодня прекрасно что за мясо мясо баранина все-таки как бы центр у нас до будет собран какая часть в данном случае лопатка вот и иногда я использую заднюю ногу почему с косточкой потому что считается что вокруг костей залегает самое вкусное мясо вот но и опять же в ряде рецептов узбекского плова и наверное не только узбекского сначала обжариваются кости что дает определенный вкус или направление да 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 вот а потом уже кусочки мяса вот сегодня мы примерно так же и поступим то есть отделим сначала мясо от костей и сначала обжариваем кости потом добавим мясо потом все остальное интерес меня вот еще с самого начала интригует что это за замечательный цитрус то есть это апельсин мангарин лимон бергамот это лимон это узбекский лимон который лимонный сорт который выведен был в узбекистане в ташкенте он очень приятный сладковатый вкус и не все можно даже так есть за обычно лимон без можно там сахар окануть а он или может только ну наверное все равно кисловато будет вот но тем не менее это очень приятно да мы используем ты говоришь не будет два блюда я уже начитался не будет три блюда потому что мы заварим чай по-ташкентский это черный чай с большим количеством сахара с большим количеством узбекского лимона можно положить и другой любой лимон но вот если у вас будет возможность найти вот такой аутентичность аутентичность да это как и желтая морковь может быть неискушенный любитель плова не заметит разницы вот но у тебя уже есть опыт уже не раз ел плов из красной моркови я думаю что ты все не откроешь для себя новую морковь да что по специям по специям есть тоже и интересные изыски которых нет в другом плове здесь до 100 до есть но во-первых зира это не для кого не секрет да она дает тот самый вот восточный нотку и этот самый вкус плова превосходный без нее мне кажется плов ну просто нет смысла просто каш ну наверное какое-то другое блюдо может быть не каши до каши все-таки для многих обидное нет я каши люблю я на самом деле каши обожаю по утрам рисовую не знаю манную любую люблю поэтому каша с мясом прекрасно надеюсь что у нас не получится когда мы готовим плор до задача он не в этом рецепт до барбарис тоже очень важная специя вот который кладется во все наверно виду узбекского плова какой-то высушенный барбарис кисленькая ягодная сушил или леденцы поэтому примерный вкус поднимают в армии за но там как-то даже не знаю можно ли сопоставлять покислее наверно да я просто да мне как-то странно всегда было что почему барбарис к сладкая в плове барбарис кисленький он будет давать нам именно кисленькую нотку вот потом разумеется соль пропорциям расскажу сюда вот и вот этот вот сомнительные для многих просто не все любят изюм вот но я его очень люблю и уверен что вам понравится не любят его те кто на не умеет его готовить вот и здесь тоже один нюанс в праздничный плов он кладется в чайханский плов он не кладется вот но в плове всегда используется уж мои с другой сорт изюма он светлый вот а мы сегодня нашли только вот этот темный но я уже готовил из него получается другой стороны тоже будет красивый контраст рис с темным изюмом красиво смотреться да да и я надеюсь что у нас достаточно светлый получится плов вот и вот эти вот ягодки они набухнут и будут очень красиво его украшать прекрасно с чего-то начинаем до начнем мы наверное ну а вот такой такой важный момент что плов всегда делается начинать нужно заготовок то есть нужно все нарезать все почистить все нарезать потом густ а потом просто одно за другим до единственное что вот прямо сейчас я бы включил казан чтобы он начал нас нагреваться и еще вот мы сегодня будем готовить на индукционной плите что для многих является вообще там кто те кто всю жизнь готовил плов на огне на на открытом огне на газу для них это большая сложность и сегодня я попробую какие-то там лайфхаки рассказать и поделиться своим опытом и действительно не просто вот но думаю что у нас получится а вот что мы начнем с замачивания риса это самое главное да 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 нам нужна вода что нам нужна теплая вода рис как минимум до рис нам пожалуй тоже пригодится а мы его пробовать будем или просто замачиваться сначала мы его замочим причем мы замочим во вкусной воде вот если считается что рис в первые минуты соприкосновения с водой впитывают все вкусы поэтому чем вкуснее будет вода тем вкуснее получится вплоть интересно как мы вам подготавливать вот у меня уже есть подогретая вода вот я не знаю какая здесь температура но вот палец я вот легко сюда пуска можно сделать немного оси меняю градусник кстати да 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 похоже на 38 давай немного подогреем тогда у нас будет 41 отлично вот наши все продукты перечислены с чего начнём перчик про перчик забыли до перчик острый чили очень острый да и но не знаю я его есть на не буду я никогда не ему тем не менее всегда кладу потому что это очень красиво ну и это всегда приятно тем кто любит острый ты любишь острый я люблю острое в меру в меру но тогда мы значит его постараемся наружно не нарушать его целостность надеюсь нам это удастся и у нас будет полностью готов мы его аккуратненько изучим потом я отрежу тебе его дам да сам пробовать него отлично да ну с чего начинаем тогда начинаем мы с того что зажигаем огонь и нагреваем казан что у нас уже собственно происходит уже я уже чувствую спиной что казан постепенно начинает готовить же почти готов да 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 вот ну а пока он нагревается мы замочим рис вот сперва замочить потом будем уже промывать да да и замачивать нужно в теплой воде вот она подготовлена температура градусов 60 мне кажется уже да уже градусов ну палец терпит но с трудом поплавать такой уже не хочется поплавать до боишься не самая лучшая идея вода причем замачивать мы будем почему мы сначала замачиваем а потом промываем или перебираем рис во-первых перебирать нам его особо не придется он достаточно чистый вот а во-вторых рис когда соприкасается с водой в первую минуту он впитывает все вкусы поэтому чем вкуснее вода чем она дороже чем она чище всем вкуснее получится плов мы воду будем чем-то приправлять до давай мы туда прям всыпем много соли я будто адрес ты с ней воду нет ну я всегда так сыплю насколько здесь две-три ложки да в общем не жалея это экстра соль это экстра соль если каменный то чуть-чуть больше наверное я всегда стараюсь ну почему-то так повелось я всегда пользуюсь экстра и поэтому рассказывать о пропорциях тоже буду все сделает нет для меня все таки ну важно если если человек непрофессионально готовит то наверно все таки начинать с точных пропорций до чтобы результат был прогнозируемый его значит берете экстра соль никакую другую да да а про пора порции мы говорили с тобой да нет нет вот опять же очень важный момент вот пропорции у всех свои ну то есть каждый профессионал делает по-своему кому-то нравится больше мяса кто-то любит больше моркови кому-то нравится много риса вот я буду готовить по классической традиции по классическим пропорциям это все один к одному то есть 500 грамм риса 500 грамм мяса и 500 грамм моркови никто у нас не останется недоволен за риса и мясо и морковь да и вот очень просто вот такой с таким количеством риса у нас получается ровно три ложки чайные соли это примерно 30-34 грамма а барбарис изюм вот столько сколько мы видим да вот гороха я могу сказать что его было 100 грамм вот барбариса сколько здесь грамм 10 но он сухой и легкий наверно 10-15 грамм да вот ну и вот здесь вот так сколько здесь мне кажется грамм грамм 80 а то и 100 изюма вот но опять же кому-то он нравится кому-то не нравится можно в принципе без него даже обойтись но мне он нравится и вам тоже ну чтож вот у нас посоленный рис частично да мы его заливаем 60 градусов идеально уже 59 говорили себя да 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 но учитывается что у нас за окном там не подъезжаем близко да 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 вот залили на насколько это примерно час на на 2 наверное вот то есть самом начале готовки учат немножечко помешаем так чтобы соль распространилась везде вот и у нас будет подходить как начинает уже предаль денте быть да да совершенно верно отлично отставляем его да в темное или светлое место вот не знаю какой лучше если светлый до светлым ну и вообще он светло в помещении все процесс пошел я люблю так готовить когда ты ничего не делаешь процесс уже идет сейчас я запрягу я с удовольствием да 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 теперь начнем чистить морковь можно начать чистить лук и нарезать сначала лук но запах будет очень сильно поэтому да мы начнем плахать да вот самое интересное самое простое это пошелушить чеснок что мы с ним делаем раньше я клал его не шелушил вот это вот есть секрет когда кладешь кастрюльку его 3 часа я бы так не делал потому что вот здесь тоже очень важно целостность сохранить целиком и да вот 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 в таком вот виде в принципе уже можно его класть хвостик тоже пусть будет хвостик до меня он не смущает кто-то его отрезает вот но мне нравится именно то же самое то же самое да я объясню для чего это делать потому что когда вы его извлекаете из готового плова получается он очень горячий и руками очищать потом очень тяжело и больно поэтому нет кстати понимаю что праздничный как будто подарок разворачивается да так и есть он звучит скажем так вот настоящим подарком когда когда он прям в плове когда он готов и возможно есть его нужно есть да не все любят не все решаются то есть у людей будет а до аромат молодой чесночок крупный очень очень ароматный все вот в таком виде в принципе его можно класть уже готова да 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 начнем вот я даю тебе нож вот мучиться на стон ну ты как же там учиться так же экономика ах вот вот да мы хорошо мы тогда нет я я бы и так а потом сплоснула да вот вот тебе тарелка а а вот не да он был сразу так сделать ну что ты не с пустыми руками был всего 3 у меня здесь и сидится вот а я вот так вот да я вот так не все умеют не все любят пользоваться экономкой я просто обожаю я и режу все а то есть ты тоже профессионал я экономка режу не только морковь и режу сыр режу яблок практически все потому что это есть тонко надо порезать лучшими варианта нет ну да 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 но тогда простее как должен был поступить по восточному и предложить гости все самое лучшее но этот же лучше у меня сейчас новые когнитивные связи в мозгу вырабатывать меня новая работа да как-то резать что-то по-новому новая морковь новый нож новая великолепно получить от левша да еще и левша вот получилось что-то есть но она прям такая светло желтенький да цвет великолепный не знаю может быть это связано с временем года например если осенью покупать в москве вообще она иногда пропадает осени не купить потому что говорят не урожай сезонный продукт вообще в узбекистане она есть на базаре всегда просто здесь вот несколько раз случалось такое что у меня гости должны быть прихожу на рынок к узбекам горит эти желтой морковь и сегодня все себя забрали морковки 2 1 ну давай все-таки одну мне кажется эстетически будет достаточно 1 там я на вкус дано да да может чего-то мне начать пока ты можешь почистить лук например хотя вот лук опять же для меня это очень такая важная история я тоже никому не доверяю если если ты не просить этот вот эти пипучки а я возьму другой нож дальше ну да здесь это же срезает охотник да да однажды подглядел у шеф-повара вот как он нарезает лук мне это очень понравилось вот так вот хороший лук стать очень и потом вот так вот то есть верхняя часть обязательно остается вернее вернее обязательно сохранить как раз заднюю часть за не до чтобы они развалилась чтобы не развалилась да 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 а вот всяких уловок чтобы не плакать а смочить нож холодной воде взять воду в рот или не дышать вот месяц рассказал все лайфхаки я вас не один не знаю действующий как вы дали я пытаюсь но они не особо помогают у меня в детстве был такой шлем для работы в мастерской вот я надевал его а а потом я купил когда до в предыдущей квартиры когда мы жили я купил просто очки для бассейна великолепно помогает немножко потеет глаза конечно на стекла смысла вот вот так вот нарезан лук у нас но и больше меньше крошить ничего не было нет мы его на крошим полукольцами достаточно крупными сколько это там три миллиметра четыре миллиметра вот так приблизительно будет да вот с морковью там гораздо интереснее вот у меня есть некий опыт нарезание моркови дело в том что мы будем готовить в небольшом казане дома вот это помню 7 литров если не ошибаюсь и здесь есть свои нюансы очень много воды наливать не рекомендуется потому что хочется чтобы вся влага в основном шла от овощей от всего вот этого от мяса может быть мне хочется чтобы все овощи вся морковь обязательно была покрыта жидкостью бульоном зирваком да и это дает определенный эффект потом объясню какой конкретно и соответственно если морковь получается длинная вот вот так ну палочки такими длинными получается то это не очень удобно для маленького казана то что живо нет она может стать вот как то вот так вот и получается что она не покрывается вся жидкость и водой а в большом в огромном казане там утрамбовывается все и там все гораздо ну вплоть целый барашек не кладется да но в большом казани там все иначе а поэтому я изобрел для себя какую-то идеальную длину и идеальную толщину моркови вот и сейчас покажу как я это делаю да как она должна порезана в чем секрет порезана как я уже говорил что она не должна быть очень длинный так сейчас вот так вот нарезает ее вот таким вот образом сначала такие вот ломтики вот профессионалы делают так профессионально любим плов вот и вот такая вот да вот история вот это вот идеальные брусочки на мой взгляд которые прекрасно помещаются в казане в небольшом казане и прекрасно купаются в зирваке зирвак это бульон из которого состоит плов а вот эти вот неровные кусочки вот они нам понадобятся во-первых можно съедать да но я тебе выберу какой-нибудь красивого бросочек лично до пробуй пожалуйста ну ну что чувствуется разница вот она сперва хотел сказать что на меня сладко потом супер пришла свадость пахнет я даже не заставила себя долго ждать до суши на этот пахнет не морковка в классическом понимании интересно да да она другая немного и в плове она тоже соответственно звучит иначе интересно вот уже начинаем есть не это радует да да так ну это мы дорежем потом это я тебе кстати поручу без проблем то ответственно очень ответственно вот ну и как я говорил профессионалы всегда пользуется ножом но мы на современной кухне данным из на современной кухне а вот и ну скажем так профессионалы в другой области нам не обязательно пользуется мастерский ножом поэтому я вот вот такой вот нарезал очкой пользуюсь во первых это быстро во вторых это очень качественно на меня когда-то давно научили что блюдо но профессионализм повара оценивается всегда еще и пока по качеству нарезки да это ровно все идеально брусок бруску да 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 ну и соответственно таким вот образом начинаем и нарезать готова я сейчас не мог немного себя на телемагазине да 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 хотите такую же терку звоните позвоните прямо сейчас подарок вторую наконечник насадку да вот вот она идеальная морковь вот она достаточно толстая до ташкенте режут ну примерно ну на треть наверное меньше тоньше и длиннее вот ну мне нравится когда морковь остается достаточно крупный но сейчас внешне на картофель free похож да похоже да ну картофель free тоже на немножечко делается потоньше это такой толстый картофель free вот эти вот как я уже говорил неровные кусочки обрезочки они нам пригодятся для чего узнаем узнаем чуть позже да да режимами красота да звоните прямо сейчас вот это вот уже немного вот это же немного длинные новая морковь режем до подряд ну да лучше подрезать все таки вот сучковатая действительно это вот мы дорежем ножом да 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 пусть простит нас желтая морковь достаточно красиво может быть кажется сначала грубо но нет она уменьшится в объеме когда будет готовиться красную таким же большими но здесь у нас просто гораздо меньше поэтому она будет немножко не мельче до половина все достаточно не все ставить вот эти длинные тоже можно много укоротить ой это сквозняк а вот тебе доска его и без задания нарезать примерно вот чтобы получилось что-то подобное из вот этих кусочек от остатков до задача непростая ответственная да но ты справишься я в себе фильм он замечательно вот 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 кстати вот вот такие вот неровные треугольники в ташкенте в плове достаточно часто встречаются и но мне они очень симпатичны мне очень нравится вот но в данном случае по нарезке они вот какие-то такие много второсортные в хорошем смысле вот они они особенные да вот поэтому мы их обжарим первыми в первую очередь и позже расскажу почему ну и эту маленькую пока по чеку ой быстро тоже сычковатая попалась год он от своему опыту и кстати заметил да что это морковь на немного дольше готовится чем желтая она поплотнее она поплотнее видимо да поэтому мы ее я положим первым даже на тарелку да вот в эту тарелку в отдельную до посудина здесь тоже у этой вот красивый красной морковочки есть неровности такие которые нам очень нужны у нас безотходное производство ничего не выбрасываем ну да ну кроме очистков очистки мы все-таки выбрасываем морковку порезали а лук у нас почти готов лук мы сейчас прям нарежем до на этой же чудо-штуки да вот сколько здесь метод миллиметра 3-4 так думаю здесь может быть даже где-то написано хватит рекламировать терку чудо терка чудо жизни в магазине плаверу нет таких терок я бы купил себе еще одну такую можно задуматься с узбекским орнаментом натуральная керамика здорово надо кому-то задуматься над этим так нарезаем да хорошо идет причем но вот есть вот нюанс с этой теркой нужно быть осторожным потому что там могут вход пойти не только продукты данной с этой насадкой не с этой насадкой ну вообще конечно лучше пользоваться только ей вот это гораздо более безопасно и лук чтобы он не сильно пах я его пока вот убираю пусть он сам собой разбирается сам плачется ну да 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 то мы будем улыбаться нам плакать не надо у нас я так понимаю же все что можно нарезать мы все подготовили да вроде бы все кроме мяса сейчас мясом займемся готова обрезки луковые сюда нет главное сюда его пока убрать ну кстати он какой-то сегодня видимо не очень злой потому что но я не почувствовал пока жара он сейчас тоже лень злиться на нас на возможно ну и в принципе атмосфера такая че злиться как все хорошо все душевно до вокруг близкие люди друзья скоро будет готов плов вот готова закрываем да и беремся за мясо кстати настоящие повара пловеры всегда говорят что после каждого нарезания нож нужно мыть с мылом но после мяса понятно я не знаю почему но такая традиция есть я помню что когда-то в ташкенте был большой большой конкурс плова вот и жюри зарубала как раз большое количество людей на этом не помыли давай жена мойте нож и до сплоснем с мылом с моющим средством достаточно а твой он в моркови морковь нет и а я думаю что на ней просто не желательно нарезать а не только да я буду просто наблюдать да 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 давай так вот наша прекрасная баранина уже подрублено да уже подрублено вот эти вот как раз вот часть косточек и на ними есть небольшое количество мяса вот считается что она самое вкусное в общем-то я с этим согласен и они удают первичную вот эту зажарку да 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 они дадут прям тон прям зададут так вот здесь много мякоти классно достанется всем до мяса всем хватит будет в достатке не знаю останется ли на завтра вот еще косточка каких-то секретов резать по волокнам против волокон я я бы не не стал вот здесь что-то говорить потому что мы мягко говоря непрофессионал в этом да ну как-то делаю всегда по наите и получается достаточно вкусно вот еще какой смотри важный нюанс в праздничный плов который мы сегодня готовим в него всегда кладут большие куски мяса огромные башка вот вот такие вот да но в большом казане и в общем то я тоже довольно часто готовил ну то есть покупаешь килограмм или там полкило мяса и этот кусок делишь на три равной части и обжаришь от получили получается достаточно большие такие куски вот а потом что-то произошло и мне вот понравилась новая традиция вот резать вот на такие кусочки да там сразу взял и именно да да потому что плов готовится как минимум три часа не знаю может быть кто-то готовит быстрее но сомневаясь ну это не торопливое занятие лучше не торопиться вот плач разный день в недель но хотя же 4 часа то хотя бы четыре часа вот за это время все успеют изрядно проголодаться вот и в тот момент когда плов готов вот приходится доставать вот эти большие кусочки мяса нарезать их дано на более мелкие на удобные кусочки потом доставать чеснок опять же все занимает огромное количество времени и люди съедают уже рис только и такие ой мясо же было нет без мяса они продлинили не подается но вот это вот пауза между вот готовкой и приемом пищи вот она очень большая да да лучше сейчас вот да пока мы еще не сильно голодные по грамм и завладать собой ну да 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 вот но и вкус у плова несколько иной получается и пока в принципе мне достаточно сильно это нравится традиция вот такие вот но он же получается обжаривается мясо быстрее она обжаривается быстрее обжаривается меньше ну вот я буду обжарить совсем немного вот потому что думаю сейчас рассказать или или потом часто вернее я очень много думал о том почему что влияет на цвет плова почему в ташкенте когда вот в этих вот огромных казанах ты идешь у них прям светлый-светлый рис и если еще и повезет он золотистого такого оттенка вот а у меня дома он получался всегда достаточно темный это неплохо совершенно и не хорошо ну просто он вот таким он получался мне хотелось чтобы он был более праздничным они чайханского дала чайханский он как раз достаточно темный плов и кстати вот на чайханский плов мясо нарезается именно таким вот образом опять же да ну такими кусочками ни в коем случае не так как не рассказал в праздничном это вот опять же к разговору миг системе сегодня праздничный плов с элементами чай ханского плова чайханский плов это какой праздничный понятна празднике праздничные на праздники да он более легкий он более диетический потому что там мало жарится там сильно отжаренко только мясо а потом больше ничего не жарится или варится или готовится на пару вот а в чайханском плове много жира много курдюка много лука которые достаточно сильно зажаривается и обязательно сильно прожаривается морковь и соответственно будет более вечерней более плотный не знаю почему более вечерней насколько поняли более плотные и более вечерней принято так говорить для меня не очень понятно почему вечером нужно есть более плотный плов но видимо до целый день не ел ждешь ждешь вот наелся и счастливый и перед сном наелся плана праздники много еды поэтому съел один плов а там еще много всего и хочется чтобы было полегче я так понимаю возможно возможно потому что праздничный плов его готовят начинаю там в 4 утра чтобы 6 собирается гости вот и до 6 утра как правило готов уже вот а если идти по по от разведа до заката грубо говоря да 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 ну кстати это вполне нормально вот в узбекистане можно утром поесть плов на свадьбе друга например потом прийти домой мама как раз уже приготовила плов поел плов да а вечером встретиться в компании с друзьями и поесть конечно же плов да и это и завтра может быть точно так же и послезавтра может быть точно так же ничего особенно в этом нет вот у меня много друзей в инстаграме который часто выкладывает плов и судя по чистоте их постов о плове ничего не изменилось это завтрак обед ужин полдник и до десерт да именно так ну все отлично мы все порезали мясо овощи все готово я так понимаю можно закладывать теперь в казан до перед этим да но перед этим нальем масло до казан его должно быть на 500 грамм риса примерно ну я думаю грамм 100 максимум 150 здесь один к одному не надо нет не надо но смотри масса масла не должно быть слишком много так чтобы плов не получился жирным сильно но и слишком масло слишком мало масса тоже не должно быть в том что если мы все-таки плов это жирное блюдо взбековская кухня на все достаточно жирная и соответственно но важно чтобы масло было достаточно вот а качестве масла чем она качественнее тем лучше но этот по известным причинам да да вот наливаем масса смотрю кукурузная да вот говоря про качество я решил что экономить здесь нет смысла совершенно вот получится и вкуснее и полезнее наливаем по краям так чтобы весь казан у нас был в масле чтобы да да не брызгало да и я напомню что казан у нас уже очень горячий сейчас буквально пять минут будет достаточно для того чтобы казан чтобы масло в казане прогревать ну а что такое масло а масло это жидкий казан так чтобы грубо говоря казан во все отверстие отсека отсеки наших продуктов попадал и термически обрабатывал продукт есть какой-то секрет понять что масло готово и можно пускать овощи появится ли мороз был мог да да я думаю что пойдет дымок вот и будет понятно что температура достаточно для приготовления температура достаточно высокая должна быть особенно для обжарки мяса ну и начинаем закладывать мясо косточка начнем с косточек температура уже позволяет отпрыгивать или я постараюсь аккуратный погружать туда чтобы брызги не летели во все стороны вот но имейте ввиду что когда вы будете готовить плов брызги будут лететь во все стороны и может быть там есть смысл купить какой-нибудь экран который будет вашу красивую кухню защищать от этих брызгов масло ну или маска себе чтобы себе да но и кухне тоже нужна маска в эту вот положим небольшой кусочек мяса с косточкой посмотрим если все сразу зашипит забурлить значит будет высокая температура достаточно для обжарки продукта да ну и я бы не сказал что температура прям огонь огонь и огнище вот но в принципе этого достаточно для того чтобы обжариться такие вот небольшие кусочки первый кусочек он уже достаточно быстро схватывает да но если мы положим сюда сразу вот четыре таких вот достаточно крупных кусочка то этой температуры будет достаточно да 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 вот обжарим вот да вот такой вот золотистой корочки не более она еще потом будет добавляться или это она будет еще обжариваться как как я уже говорил у индукционной плиты вот он мы сейчас разговариваем а он еще пусть нагревается потому что нам температуру еще недостаточно пока у индукционной плиты есть нюансы когда мы готовим на огне на открытом на дровах или на то нагревание идет начинается с краев вот если обратить внимание то вода в зирваке закипает всегда по краям вот но не в центре ни в коем случае вот и здесь же все наоборот все строго центра а дальше температура резко падает к периферии вот и получается что даже когда у нас там вода даже когда уже если в казане находится вода вот там сок каких-то продуктов то это уже подразумевает не жарку а уже тушение там варенье паренье что угодно да то есть температура не больше ста 110 градусов но даже при этом поскольку в самом центре у нас вот очаг от этого жара получается что мясо там еще дожаривается поэтому туда вот такого вот золотистого состояния вот прежде при жаре это более чем достаточно да это на любых плиток электрических то есть не взять индукционных возможно я просто никогда на электрических не готовил а вот на индукции готовлю же достаточно много о вот достаточно бодрее встречается до мясо встречают а вернее массу встречает бодрее она раньше я обжарил мясо достаточно сильно вот гораздо больше чем сейчас кстати давай его посолим да давай это да да можно руками прям мясо рекомендуется солить сразу же потому что потом его особо не недосолишь желательно чтобы он сразу получил с готовым по ну по всем как каждый отдельный кусочек сейчас право им заре мы обязательно именно так все и будет до молдова мы можем даже кусочки мяса без косточек прям сейчас посолить перед всем как закладывать их сюда все вот и вот эти косточки нас уже готовы они обжарены а потом они будут довариваться до паре ваться и ну часа с лишним готовки будет достаточно чтобы мясо было полностью готово еще один кусочек у нас еще один кусочек да с косточкой подсолили немного да смотри очень важный момент почему я такими небольшими порциями обжариваться потому что если бы у меня было если мы готовили на дровах там жару хоть отбавлей вот то здесь у нас очень ограниченное число ограниченное количество времени температуру держишь то есть если мы сразу много мяса до положу температура упадет вас упадет а чем это грозит тем что из мяса в таком случае то есть когда мы сильные сильно нагретое масло бросаем то и получается что мясо мгновенно покрывается корочкой а ты вся влага что в нем вот запечатывается совершенно верно да однажды был такой что я бросил там достаточно большое количество мясо в недостаточно прогретый казан температура упала и мясо получилось как вата сумму близко всему что впитывает масло тогда и за прохладное масса с нас она сразу впитывается продукт совершенно верно да вот вижу тонкости какие да теперь мы к основному мясу да пока у нас опять же поднимается температура сейчас она у нас немного остыла вот мы просолим мясо мы вода солим еще в казане тоже небольшую щепотку да ну соли должно быть столько чтобы ну сколько будет в конечном продукции в общем то есть сейчас нужно посолить так чтобы как будто бы это уже готовый продукт вот перевернем так все просолим учитывая что рис еще оттянет на себя немножко рис немного тянет да но не сильно в рисе у нас уже сейчас очень много соли а он же у нас за у нас под соли готовится вот но там от соли ничего не останется то есть она вымоется в основном все но тем не менее немножко задаст вкус придаст вкусу а больше специи для начала не надо только соль да да вообще по специям все достаточно просто даже сказал бы скудно но этого достаточно вот кто-то добавляет еще куркуму но я больше для цвета все-таки добавляют для цвета да я не думаю что он вкус какой-то дает вот я подкрашивал шафраном мы с ним нужно быть очень осторожным потому что он там как ты знаешь малейшая тычинка вот там 2 3 а вот уже 45 тычинок это уже много вот и вот этот медицинский привкус вот он прям совсем был неуместен пару раз я готовил он именно дал красивый цвет приятный но привкус нет и и привкуса не было а потом я осмелел и положил его много вот и очень пожалел об этом ну с любой специально да аккуратно давайте мы сейчас банку зиры сюда насыпем и восторге тоже не будем да 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 еще дэн смотри очень важный очень важный всем кто нас смотрит момент многие люди не любят баранину потому что она обладает неприятным запахом до есть к сожалению но это части заблуждения потому что если то есть можно купить баранина без запаха ее нужно брать у проверенных поставщиков молодой барашка часто или я не буду говорить вот про вот эти вот тонкости не знаю ну будем говорить что с берите у проверенных ребят мясо до у проверенных если если это не проверенный продавцы мясом правne только весь говорят что можно сжигалкой там поджечь мясо и если вот этот вот запах пойдет неприятный то покупать его не стоит не пробовал не не знаю но а если вы первый раз покупаете то думаю что вам этот совет ничего не даст просто много раз спросите точно без запаха а А если вот просто ко мне придут гости из Азбекистана, и вот мне будет очень стыдно, что вот так вот получилось. И вот нужно все время смотреть в глаза человеку и понимать, обманывает он вас или нет. Скажу честно, я однажды проверял зажигалкой мясо, и меня выгнали из супермаркета, и больше туда не пускают. Поэтому лучше пробами. Примерно спалил супермаркет. Было дело, не будем вспоминать об этом. Давайте жарить мясо. Да, давайте жарить мясо. В общем, только проверенные поставщики, ну или много-много раз спросите, и пригрозите тем, что вернетесь, и потребуется деньги. И накормите сами этим мясом, если оно будет невкусно. Да, 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 и деньги попросите, еще и накормите этим невкусным мясом. Кусочки с косточками прожарили, теперь переходим к челнычку. Теперь переходим к обжарке. Я хотел сказать сначала мясо, а потом я вспомнил, что у нас же смешение традиций. Вот если бы у нас был чисто праздничный ташкентский плов, то сначала мы бы обжарили мясо, а потом в него бросили бы все остальное. Но мы миксуем. Но мы миксуем, да. И вот, например, в ферганском плове и часто в чайханском сначала обжаривается лук, а потом в него добавляется мясо. Тогда уже мясо в соке лука. Да, 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 совершенно сильно. А так как я не планирую сильно обжаривать мясо, для того, чтобы плов у нас не получился очень темным, то вот мы сегодня поступим именно так. Ну что, забрасываем лук? Давай. Как он сразу забурлил. Да, потому что температура высокая, но самое интересное, какой сейчас запах будет, он будет просто потрясающим. Считай до трех. Да. Раз. И... Да, есть. Есть? Да, мне кажется, еще раз до трех надо посчитать, точно появится тогда. Значит, заодно трех. Три, два, один. Запах. Сейчас нет? Вот, все, появилось. Есть, точно. Да. Давай мы его сразу посолим, потому что это придаст вкус луку и быстрее вода из него лишняя выпарится. В луке ведь только вода и содержится сахара. Вода. Вот, один известный кулинар рекомендует обжаривать лук до появления как раз вот самого вкусного, пика вот этого прекрасного запаха. Мы с тобой так и поступим. Но он пока растет, до пиков не дошли. Да, да, да. Ах, какие же прекрасные запахи. Вообще, лук это фантастический продукт совершенно. От его нарезки, от его обжарки, ну или, я не знаю, обработки. Обработки, да. Его можно мариновать, его можно карамелизовать, что угодно можно сделать с ним. Ну, в смысле, огромное количество способов приготовления. Самое интересное, что его вкус, он может быть горьким, сладким, кислым, соленым. Кислым, да, да, да. А все один. Совершенно верно. Ну вот, смотри, вот он у нас даже еще не стал желтеть. Да, ну такой же, достаточно мягкий. Достаточно мягкий, да. Вот я считаю, самое время сейчас класть в него основное мясо. Да, основное мясо. Да, ну посмотри, какая красота. Да, это же прям, посмотри, инь-янь получается пловный. Ну да, наверное. Гармония мяса и овощей. Да, совершенно верно. Я, посмотри, сейчас буду закладывать так, чтобы мы не забываем, что центр у нас, это самое жаркое место. И нам, лук у нас уже практически готов. И наша задача вытеснить мясом этот лук. А, будем его сдвигать. Да, да, да. Вот, и несмотря на то, что жара у нас уже не хватает, я выложу сюда все мясо. Не думаю, что оно у нас потеряет сильно во вкусе. Но оно неприсочное спрощает при этом. Да, бурление продолжается. Все бурлит. Да. Вот, но хотелось бы, конечно, чтобы температура была в этот момент повыше. Хотя, в принципе, вот такой вот белизны мяса более чем достаточно. Ну, может быть, еще там чуть-чуть совсем. Вот, как я уже говорил, многие считают, что цвет плова зависит от моркови. Это правда. Многие считают, что цвет плова зависит от лука, от степени прожарки и от количества лука. И это тоже правда. Но я все время проводил эксперименты, вот, и пришел к выводу, что больше всего на цвет плова влияет степень прожарки мяса. То есть, если изначально сильно прожарить мясо, прям до темнота, массово становится настолько темным, что потом передается всему рису, зирваку и рису, соответственно, он получается темненьким. Так что, ребята, лучше меньше пожарить, будет полезнее и красивее? Полезнее, да, но вот по поводу лучше и красивее, не знаю. Это вот к какому эффекту стремишься. Кому-то нравится темный плов, кому-то нравится светлый. Так, ну мясо, я так понимаю, уже подогрелось до готовности. Подогрелось, да. Оно у нас не сильно жареное. Я бы даже, может, сказал совсем не жареное. Что, как я уже говорил, полезно. Ну, как мы все понимаем, да. Оно будет дожариваться еще, хотим мы этого или нет, по известным причинам. Ну, дойдет, что готовит долго, да. Дойдет, да. Нет, в принципе, оно уже почти что готово. И помнишь, вот сейчас самое время бросать морковь. И я вот говорил про вот эти вот неруховные кусочки. Наши гадкие. Особенные, да. Гадкие, это все-таки, наверное, было, да, слишком обидно. Они именно особенные. Теперь они должны у нас вытеснить лук и мясо. И вот здесь еще немного, буквально пару слов о смешении традиции. Если бы мы готовили чисто праздничный свадебный плов ташкентский, то всю морковь вывалили бы. Сразу? Да, да, все, что у нас было. Вот. А в чайханском плове морковь обжаривается, как я уже говорил. Но и то, и то вкусно, вот. Но вот обжаренная морковь, она дает такой плотный, яркий очень вкус. То есть у нас, получается, часть морковки будет обжарена, а часть уже будет... Проварена и больше на пару. Да, совершенно верно. Значит, кто любит здоровый образ, все пропаренное, там вот, отбегаем эту часть морковки. Да. Остальным берем все остальное. Да, это будет не очень просто, только вы выделите. Обязательно солим. Профессионалы, они очищают на вкус, где прожаренное, где проваренное. Ну да, 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 конечно. Вообще, на самом деле, плов прекрасен тем, что... Однажды, я помню, наша родственница приготовила плов в мультиварке. Вот, прям вот положил туда, закрыла со всеми продуктами, и он получился великолепный совершенно. Я удивился вообще. А стоит ли сейчас какие-то специи, может, добавить? Да, как только начинаем обжаривать морковь, сразу нужно добавлять зиру. Что мы сейчас и сделаем? Давайте я прям на руки высыплю, ты это сделаешь, это ответственное. Вот лучше в центр ладони. И я потом оттуда растерю. Да. Вот растерите, да, между ладонями, вот так, чтобы она максимум вкуса своего дала и аромата. Ты прям красиво делаешь, фирменно. Научили тут недавно. Ага. Есть. Ну да. Вот, Дэн, посмотри, вот все продукты у нас сейчас уже готовы. Вот все, что должно было пожариться, оно уже пожарилось. И, как я уже говорил, будет еще пожариться. Будет продолжать жариться, да. Да. Вот сейчас я могу перемешать эти все продукты. Ой, запах зиры пошел. Да, запах зира. Ты смотри, какая морковь красивая. Да, и сейчас мы можем уже, наверное, мясо добавлять это? Я буду сказать, косточки добавлять. Косточки добавлять. Косточки добавлять. Мясо у нас уже здесь более чем достаточно. Да. И вот сейчас мы опять же все вот так вот... В сторонку. В стороночку, да, для того, чтобы... Чтобы оно было в эпицентр. Да, чтобы в эпицентре, вот хорошее слово, да. И это мясо, вот эти вот косточки, выполняют, ну, в моей ситуации еще такую вот предохраняющую от излишнего нагревания все остальные продукты. Да, ну, замета, кстати, успокоилась после этого. Да, ну, я имею в виду, что оно еще вот будет костями касаться дна казана. И получается, что нагревание будет, ну, то есть, ничего не пригодит. И не плотно прилегать будет. Да, да, совершенно верно. Кабыл, понятно. Так, да, ну, вот сейчас вот самый интересный момент, хотя у нас все моменты самые интересные. Каждый интереснее предыдущего. Да, да, неизвестно, какой из них сейчас самый интересный. Вот. Мы все оставшиеся продукты сейчас всегда положим. Прям в любом порядке? Ну, как показывает практика, лучше положить сначала чесночок, вот, затем слой моркови. Вот, помнишь как раз то, что я говорил? Большое, да, убирается. Слишком длинные морковочки, да, они не укладываются. Ну, вот так можем красиво уложить. Как я уже говорил, красная морковь у нас чуть дольше готовится, поэтому мы ее уложим в центр. Здесь самая высокая температура. Вот, остальное по краям. Прям какой-то рисунок получается. Ну, да, да, красиво очень. Вот, видишь, какой идеальный размер. Так что все они раскладываются, укладываются как надо. Продолжаем закладывать горох. Продолжай. О, спасибо. А то я уже заскучал тут без работы. Да. То есть, наблюдать хорошо, ну. А именно в таком порядке, да, морковь сверху, ну? Да, наверное. Или как раз? Хотя я не могу сказать, что... Ну, просто так вот как-то эргономично все складывается. Вот, поэтому вот в такой вот... Ну, он достаточно яркий плохо получается. Пока еще даже рис, да. А теперь смотри, вот добавляем барбарис. Кладем барбарис сюда. Вот. Ну, и мой любимый изюм. Слушай, ну вообще... Становится все красивее и красивее, да? Краски играют, да. Да, 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 да. Если долго смотрится в плов, плов начинает смотрится в тебя. Так и есть, да, да, да. И обязательно все посолим. Изюм, конечно, можно было не солить, можно было посолить сначала, а сверху насыпать изюм. Но все равно перемешается. Да, 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 да. И мы сейчас что? И заливаем воду. Сколько? Чтобы покрыть? Здесь, да, очень просто так, чтобы все овощи оказались покрытой водой. Покрыты или почти покрыты. Ну, вот они у нас. Вот они практически покрыты, да. И можно немного сейчас утрамбовать. Накрываем крышкой. Вот, эта крышка прозрачная, и очень приятно наблюдать всю эту красоту. Всю эволюцию плова можно увидеть. Да, эволюцию плова, да. А главное, что можно будет явно увидеть и понять, какая температура там... То есть, если вдруг перебор, то сразу... Если сильное кипение, да, то, соответственно, нужно будет уменьшить огонь. Вот. Но вплоть считается, чем меньше огонь, чем дольше зирвак стоит на огне, тем лучше вот эти процессы все происходят. И он все пропитывается друг другом, понятно. Совершенно верно, да. Тогда мы забываем о нем? Забываем, да. И пойдем с тобой готовить, наверное, салат. Прекрасно. Пойдем. Недалеко идти. Ну и пришли, да. Ну что, пока у нас все кипит, готовится, надо чем-то заняться. Да, и не чем-то, а очень важным делом. Сейчас мы будем делать с тобой салат. О, отлично. Да. Как дополнение к плову, да? Да, как неотъемлемая часть плова. Лимон здесь пока... Ну пусть прижит, конечно, да. Но пусть он никого не смущает, в салате его не будет. Да, что это за салат? А чичук – это салат, который всегда подается к плову. В нем два простых компонента. Помидоры, должны быть всегда вкусные, качественные помидоры. И лук. Ну и, естественно, перец, как правило, делает очень острым салат. На любителя, но в основном делают очень острым. Есть другой, не менее известный салат. Это шакароп. Отличается он от чичук-чичук тем, что в нем появляются уже огурцы. Ну а мы пошли еще дальше и добавим в него еще болгарский перец. И была бы зелень у нас, мы бы ее туда тоже добавили. И я бы назвал этот салат уже «Лето в узбекских горах», когда есть зелень. Но поскольку у нас зелени пока нет, просто будет такой салат к плову. Приятный овощной салат. Давай готовить. Сейчас тебе покажу, что нужно делать. Ты будешь мне помогать? Помидоры нарезаются здесь. Если с луком все понятно, у нас есть чудо-терка, чем мельче, тем лучше. То с помидорами есть такая тонкость. Мне показывали на руках это все делается. Да, да, да. Вот такими вот треугольничками. Так, чтобы они не были слишком тонкими. Можно было и на этой терке, да, и было бы замечательно, но в конечном итоге все превратились в кашу. Немножко вы пожевал бы его, да. Да, 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 да. Вот, соответственно, вот такими вот легкими движениями. Ну что, правильно наточенный нож? Да, да, он очень острый, будь осторожен. Вот, собственно, вот таким вот макаром нужно нарезать все остальное. Да. Ну а я пока привычным методом настругаю лук. Уже это привычным? Да. Всем привычным. Лук должен быть очень тонким. Хотя, вот наша мама готовит лук и готовит салаты вот эти вот самые, собственно, это ее рецепт. Вот она сейчас смотрит и наверняка улыбается. Передади мне привет. Вот, и она нарезает лук не тонко, так как я это делаю. Толстыми кольцами более? Такими, да, брусочками. Вот, и получается очень вкусно, несмотря на то, что, ну, казалось бы, там, по мишленовским стандартам лук должен быть очень тонким. Вот, в связи с этим у меня всегда вот сомнения закрадываются, нужно ли делать так тонко. Вот так. Вот, уже почти мои пальцы начались, поэтому пора останавливаться. Ну, как-то там получается все. У меня помидор готов. Красиво, да. Еще один. Их должно быть много, да. А все добавляем, отлично. Ну, как минимум три. Ну, без проблем. А лук я сейчас нарежу тоненько, и, несмотря на то, что это красный лук, он должен быть не острым, я в этом не совсем уверен, потому что часто его подделывают вроде бы красный, но тем не менее острый. Но подкрашивают, да. Ну, как-то подкрашивают, да. Не знаю, как можно подкрасить. Так разбирает, подкрашивает, снова собирает. Так дешевле, просто, чем выращивать. Да, красный, наверное. Вот. И, боясь того, что он будет острым, ну и как-то может быть не совсем вкусным, я все-таки его промою, замочу в воде на какое-то время. Да, кипятком заливаю тоже слегка. Ну, вот кипятком я бы не хотел, потому что он обмякнет тогда, а мне бы хотелось, чтобы он такой был хрусткий. Мне кажется, это идеально будет. Еще, чем важен этот салат, как и зира, специи для плова, они очень помогают пищеварению. То есть, большое количество лука. Но все, овощи, да, в таком у нас получается рис, мясо, и вот тут овощи сбалансируют, сделают помощь нашему желудку, он будет легче переварить, потому что нарез съеденное. Ну, и это очень вкусно. И не спорю. Да. Не знаю, я даже, наверное, без салата вообще как-то никогда, может быть, и не ел, и не хотел бы пробовать без салата есть плов. Вот отдельно салат можно, кстати, иногда. Отдельно салат можно, да. Отдельно плов, наверное, тоже можно, да. Но лучше все-таки, когда есть салат великолепный. Вместе веселее. Да, знатоки, аксакалы, то есть, древние люди, старые, умные, мудрые люди учат есть не торопясь плов. Вот, то есть, не сразу прям раз и все, с мясом, а сначала попробовать рис, попробовать, насколько он хорошо приготовился, потом попробовать мясо отдельно, как оно приготовилось, потом попробовать морковь, потом попробовать рис отдельно и маленький кусочек моркови, попробовать аккорд, вот как это звучит. Ага, замечательно. Это уже совсем другой вкус, гораздо более тонкий подход, согласись. Ну, на этапе дегустации мы как раз и пойдем сюда. Да, мы начнем с риса, да, да, да. Вот, и я всегда всех, ну, перед тем, как подаю плов, если вдруг кто-то не знает, хотя все мои друзья уже, по-моему, слышали эту историю много-много раз. Вот, тем не менее, я повторяю, вот, и говорю о том, что сначала попробовали рис, потом рис с морковью, потом с мясом, потом мясо с рисом, вот так вот много-много аккордов попробовали, всегда получим какие-то новые вкусы, новые палитры. Когда вся палитра исчерпана, вот тут нужно подключать вот салат, и вот, получается, совсем новая музыка, новая пьеса совершенно. Получается, ешь не один плов, а сразу штук шесть пловов, пловей. Да, наверное, наверное, да, пловей. Так, а я, в свою очередь, возьмусь за огурцы. Огурцы обязательно без кожи или это пожелание? Они нежнее получаются. Опять же, это спорный вопрос, нужно ли срезать кожу где-нибудь, если бы мы там, предположим, строили дом в каком-нибудь кишлаке, в каком-то отдаленном от центра Узбекистана, от Ташкента поселке, вот, в летнюю жару, в зной, вот, и, ну, как бы, условия не совсем просто позволяют делать все настолько тонко, резать так лук, тонко точить так ножи, хотя, хотя это все как раз можно, вот, но очищать огурцы ни времени, ни желания, ни необходимости, наверное, нет, вот, поэтому с кожурой тоже допустимо, многие так и делают, вот, он получается более грубый, но в этом тоже есть какое-то обаяние. Ну, вот, мы вот раз сделали вот так, в следующий раз снимем другое видео, где у нас будет огурцами, у нас будет помидоры без шкуры, а огурцы со шкурой, наоборот. Огурцы, да, не слишком толко, не слишком тонко, не слишком толско, да, пару миллиметров. Да, то же самое сейчас будет с перцем, помидоры ты уже нарезал идеально просто. Отлично, они уже и сачок потом пускают потихоньку. Сачок они пускают, да, и вот это говорит о том, что солить их нельзя, но вообще салат, особенно помидоры, нужно солить в самый последний момент, потому что они сильно вытягивают воду да да и получается что весь сок остается на дне посудины вот нам этот эффект не нужен вот и что самое интересное сейчас подсказали что зелень у нас оказывается есть отлично петрушка так что он сегодня будет все накрошим будет лето да лето в узбекских горах прекрасно все порезали теперь мы будем смешивать правильно да смешаем все компоненты давай соединяйте это за дело а соль пока не торопимся в самом конце правильно же перед подачей даже да да отлично давайте чуть меньше огурцы чем с чем чем они нарезаны положим да вот так достаточно зелень все обязательно и лук обязательно который у нас лук он промыт уже не острый а прям деликатесный десерт да уже точно не острым отлично опять же сколько так давай вот это вот ложка вы же что там на дне вода пахнет превосходно луковый аромат пошел да ну что весь положу наверное да джинова весь лишний именно не мелочиться уже конец вечера наверное все таки мы возьмем с тобой чип ложку побольше в ней нам будет гораздо удобнее 6 ночи пересыпаем салат большим гостю что приготовили немножко больше чем изначально планировали и теперь начнем все это перемешать да совершенно верно в идеале конечно одновременно сну солите после этого перемешивать но мы можем поделить этот этап на на 2 ну посолим уже перед подачей чтобы да да все тогда пока перемешиваться все пропитывалось соком помидоры когда совершенно верно точнее помидор я помню да мне один шеф-повар шеф-повар учил что если помидоры не имеет сильно яркий вкус то можно их как-то подсолить вот они такое время полежат там ну опять же не очень понятно потому что как мы знаем как только посолить что весь соль вытягиваю за воду и да 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 у нас там подшипывает прекрасно выглядит там пловик на все салат у нас готов и мы будем есть его уже когда будет готов плов до оставляем его настаиваться насыщаться соками помидорными ну и все это было интересно прошло сколько уже час час двадцать до мы хотели 40-50 минут и получилось часа час 15 даже получили зирвак у нас там чем медленнее он томится чем меньше огонь всем вкуснее получается как правило зирвак открываем запах потрясаю сюда да да так вот наш перчик который полностью готов он очень острый поэтому очень очень осторожно выкладываем разрежем на финале тем кто любит всем кто любит остроту до добавим вот чеснок мы видим полностью готов тоже если разваливается да 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 как цветок раскрылся да совершенно верно его легко будет почистить он мягенький внутри такая кремообразная масса вот все здесь он нам больше не нужен потому что совсем уже разварится иначе нам это ни к чему вот если посмотреть на морковь что с ней произошло вот у нас абсолютно готовая красная морковь дальше у нас вот такого темно яркого желтого цвета желтая морковь она вот вишка прям как будто нам ареновалась прям барбариса делаем что называется в педаль в пол делаем максимальный огонь готовим кипяток потому что нам нужно будет немного для приготовления риса добавить сюда воды как сразу разошелся до 6 будет расходиться рис уже замочен я его промыл много раз вода вещь совершенно прозрачная вкусно питался водой да 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 вот а прозрачная вода говорит о том что сверху нет никакого крахмала да 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 и естественно густота не уйдет весь плов да да он будет рисинках рисинки все будет раздельно это за чайник заодно решил да да он не честно будет ну что закладываем рис давай опять же кладем на периферию и потому что там меньше температура и но постепенно будем сужаться или да 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 центру будем постепенно какой прозрачнейший бульон для этот показатель удачного зирвака так сразу же солим рис вот у нас оставшаяся соль должна полностью идти в рис важно конечно не перестараться да потому что пересолить всегда есть возможность вот а назад уже пути не будет я надеюсь что мое выверенное количество соли нас не подведет все-таки знаешь наверное чуть-чуть водички я добавлю хотя нет пожалуй не буду но он как парил как как все советуют слегка покрывает рис слегка покрывает рис до обычные даже меньше кладу воды но потом все время доливая но вот сейчас мне кажется получилось так как будто бы я уже долю огонь уменьшать будем или оставляем нет сейчас нам нужен самый сильный огонь для того чтобы много-много пара прошло через рис вот и он приготовился полностью а как мы поймем что рис уже готов и достаточно пара прошло через во первых должна вся влага испариться ну то есть видно будет что воды уже не осталось действительно да и а во вторых рис набухнет вот посмотри вот то про что я как раз говорила в центре он уже выгодил практически готовым да а на периферии вот здесь вот он еще совсем не схватился да поэтому мы сделаем страдает да 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 поэтому мы сделаем такую хитрость мы вот такие вот дырочки сделаем и самым ножи положим нет 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 вот мы перенаправим вот этот гейзер на периферию как раз чтобы он не в центр выдавал пар чтобы вот здесь нам в краю в краях повысить температуру а из центра естественная миграция риса да 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 пишет центре он какой большой большой же стал крупный раз вместе готова да 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 а а теперь из с краев собираем вот сюда его в центре опять такая горочка получается да 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 мы в итоге сделаем большую горочку вот вижу этот гейзер как раз бьет ну так сейчас прикроем и перенаправим это тепло опять на периферии сейчас это хорошо видно вулкан уже не гейзер да уже вулкан действительно нам нужно чтобы здесь по краям было тепло сейчас мы туда бьемся вот ну что накроем минут на пять наверное пусть он там попарится именно и все это мы делаем на максимальной температуре да да огонь должен быть максимальным а иначе получше клейстер чтобы он сейчас все пробудливо проварилась и через пять минут уже будет готов ков или не через пять минут у нас будет попасть почти уйдет вся вода вот а и после того как уйдет вся вода мы уменьшаем огонь до минимума и оставляем еще минуток на 20 то есть через полчаса мы наконец его вкусе я надеюсь да будем смотреть смотреть на поведение риса да я уже тоже помешивать здесь чтобы да именно не помешивать а именно как ты говоришь эмиграция до циркулировать рис по казану да 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 так что так чтобы он не не сварившийся оказался у нас в центре вот не сырой пока я сырой по краям да но на самом деле вот цвет сейчас просто потрясающий вот это то что я хотел он достаточно белый достаточно белый да но бывает такой бледно-белый что на мой взгляд очень не эстетично и некрасиво вот нам повезло здесь гораздо больше для да так конечно признак аристократизма но не в этом случае здесь да 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 я немножко такой вот сейчас он золотой прям да вот это прям до солнечный золотой и смотри вот ты говорила что будет следующим этапом как раз вот нет влаги еще немного осталось но я бы сказал что она уже практически испарилась лишняя влага вот поэтому сейчас мы будем накрывать его крышкой и уменьшать огонь то есть вот он вот он вот уже пред предтеча финала правоплова да 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 рис схватился повсюду вот что я называю этим термином схватился это когда у него то есть такой момент когда он еще сырой и вот какой-то суховатый вот и он вот при таком помешивании легко ломается крошится вот и это совсем нехороший показатель вот а схватился это когда он уже становится достаточно эластичный то есть уже в сторону готовности мы можем сформировать какой-то определен да да и вот эти вот помешивания ему уже не вредны то есть он их не боится уже сейчас это у нас практически везде вижу что он в таком состоянии это говорит о том что мы наверно смелый уже ничего не боится да 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 именно так да вот делаем такую плотную горочку сейчас повторим с отверстиями вот этот вот финт для того чтобы перенаправить горячий горячий пар до горячий пар сказал на холодный пар холодный пар сухой пар но это это шучу же да вот видишь как бурлит вот да вот она сразу пошло туда куда нужно по идее это масло это уже не жидкость не вода я думаю что мы можем закрыли обратно все наши дырочки они там я думаю что она остались запах потрясающий на одну можем сделать в центре втором и терапия прям да 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 туда может быть заглянуть только осторожно чтобы влага не не попала в глаза и аромат не попал в нос это не устоять уже боюсь я уже держусь максимум за за кухню правильно правильно держитесь держитесь ну и последнее да мы насыпем немного зиры сверху прям даже не растирая а так чтобы она оставалась сохранила свою форму где-то уйдет она нашими каналами к низу да 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 ну в любом случае перемешаем потом весь плов и почему я говорю форму ее важно сохранить то что это это красиво статически прям супер можно еще чуть-чуть добавить есть такая песня ты так красиво словно зира если вы слушали зира да невыносимо но ты так красиво надо будет послушать все учатся закрываем уменьшаем огонь огонь на минимум крышку крышку накрываем и сверху мы еще что-нибудь что-то вроде полотенец или одеяло должен будет положить чтобы не замерзла сейчас у нас огонь был смотреть девятка это для этой конфорки это самая самая высокая температура я делаю температуру сейчас 5 чуть-чуть выше средней ну да если было четыре с половиной я бы сделал четыре с половиной можем каждые пять минут туда-то назад да 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 наверно все укрываем наш пов до полностью чтобы ему было хорошо комфортно да еще вот поскольку я все время жалуюсь на неравномерность распределения тепла индукционной плите то мы его еще разочек повернем я так делал уже не раз то есть это постоянно дело не знаю снято ли это вот но это вот еще один лайфхак который поможет справиться да 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 справиться с тонкостью с неровностью распределения тепла индукционной плиты отлично ждем 20 минут и будем есть этот замечательный плов который наверняка что же вынюхал весь просто наелся одним запахом но не наелся нет это еще еще предстоит я надеюсь ну что ж вот я думаю пришла пора рассказать в чем секрет ташкентского чая да наше третье блюдо до таймер говорит о том что плов готов но мы заварим чай и уже будем пить чай есть да не сплава и разговаривать о плове ташкентский чай чай по-ташкентский кладется заварка ну в данном случае это чай roll grey пусть вас это не смущает будет вкусно ну черный до примерно ложки 3 но одну наверное столовую будем говорить так грубо говоря ну кто-то любит покрепче а кто-то любит не очень вот и да даже если будет очень крепко очень черным он не получится то что с там будет очень много лимона вот а он как известно осветляет чай вот потом пусть вас от не смущает 5 ложек сахара столовых да но я вообще 6 кладов да но сегодня лайтовый вариант да сколько было 44 напишите в комментариях сколько было ложек сейчас 5 или 6 и поход как говорят в узбекистане на базаре поход значит тут взяли килограмм огурцов вот поход будет 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 конечно да и тебе дают еще там полтора огурца так что тут мы сделали поход да а дальше вот этот вот наш секретное оружие прекрасный компонент узбекский лимон да вот вот так вот он выглядит апельсинкой апельсинкой можно поближе понюхать уже понюхана даже чем-то апельсин да напоминает но такой да лимон переходящий в апельсины потрясающе вот обязательно найдите они продаются в магазинах можно на рынке у узбеков спросить вот и выжимаем как минимум половину вот этого лимона а бросать туда не будем уже браво 7 но сначала выжмем потому что ну так удобней а еще вот кстати этот лимон чем отличается от других лимонов он очень толку тонкую кожуру имеет тонко корой лимон и да 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 и поэтому я сейчас вот уже даже забыл что он такой ну да даже более нежная при этом может быть толщина такая же но более нежная вот и все вот вот эту штучку можно то что добросить ничего страшного не произойдет заливаем половинку да я думаю боль будет достаточно на следующий раз следующий чайник до заливая кипяточком но просто супер как и много налил чайник тяжелый дает он там наверно два раза хватит ну так у нас и лимона на заразу да да это правда да да вот и прям кстати профессионально сделал оставил примерно вот столько не не долил до конца его наить ну почувствовал да она считается что именно так заваривать чай правильно потому что он какая-то вот воздушная подушка она позволит ферментом чайным лучше раскрыться пара наверно наверное да ну что чай готов пусть настоится немножко лимона да 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 так есть можно кстати знаешь и допустим для пущей верности вот размешать вот так вот и в принципе настаиваю не настаиваю он темнее уже не станет вот какой у меня сейчас есть цвет такой он и будет да 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 поэтому ты можешь налить его сейчас достаточно нужно наливать с уважением на востоке наливает небольшое количество чая ну пробуй снимай пробу до 6 ложек сахара но я все-таки надеюсь что 5 но вы нам в комментариях напишите сколько было ложек сахара десертный да 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 но вот он завершает всегда очень хорошо плов поэтому очень рекомендую да 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 почему я говорю наливай понемногу потому что на на востоке в узбекистане принято наливать по чуть-чуть если с уважением и часто встречная шутка пожалуйста наливайте без уважения так чтобы было побольше чтобы за раз сразу выпить чтобы не оставить чай ну возможно да ну и чтобы он не остывал говорят есть даже анекдот старый на эту тему из россии люди приехали в узбекистан и говорят очень хлеба сольный у них и плов у них там и шурпа и лепешки все замечательно но такие жадные дача и вот налил в пялушку посмотрел мне что-то много вылил опять вот мы кстати с тобой не пока и талили вот это покатали ты значит перемешать вот так вот несколько раз вот второй раз налил посмотри чем много много опять вылил в чайник потом третий раз чуть-чуть налил ну нормально и дает и за сердце держится вот такая вот легенда есть так что пока пей с уважением потом нальем побольше без уважения ну что я думаю плов готов и мы пойдем сейчас перемещаться давайте серверовать серверовать да а ну какой плов без лепешки да 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 может даже было начать с того что типа без чего нельзя приготовить плов без лепешки до без лепешки без риса нельзя без мяса да но и без лепешки просто нет смысла готовить вот поэтому у нас есть вот такие две лепешки одна узбекская другая грузинская с не ошибаюсь но он покупал грузин да мы и как-то должны сейчас подготовить да она прекрасная вкусно но куплено но приготовлено там скажем какое-то количество часов назад три часа вот но даже если вы купили вчера лепешку ее можно привести в состояние как будто она только что из тандыра появилась вот это очень просто сделать нужно положить ее в духовку но есть один нюанс если мы просто и положим в духовку то и изнутри она едут едва прогреется за там пять минут а сверху она уже начнет пригорать да это возможно как-то разместилась в тандыре близко к куглям для этого надо делать а для это очень просто нужно ее по промыть это прекрасно помыть да совершенно верно если у вас нет такой модной брызгалки как у меня можно просто взять так вот так вот и вот это будет достаточно и кладем в духовку в горячую на 5 максимум 10 минут что просто прогреть и да давай ну а пока выкладываем плов до лепешка у нас подогреется и все вместе соединиться в нужной пропорциях нужно консистенции да да будем дегустирует отлично мы дождались этого дождались вы сдавим готов давать открывать смотреть на чудеса которые появятся до долгожданный момент какой он плотный да говорят нужно так вот постучать микрофон поближе мы услышим глухой звук это как арбуз да да это говорит о том что там уже нет влаги да прям рассыпается да да развок хорошо идеально выкладываем да 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 сейчас мы держусь мясо на слоями внизу пожалуй можно идем снизу до набираем да наверное это не сильно имеет значение внизу мясо ага да вот кстати вот сейчас вот видишь у меня здесь есть отдельный рис и вот она смаркандский если не ошибаюсь или бухарский плов его подают сначала рис выкладывает а сверху насыпают морковь у нас как всегда смешанные традиции смешение находим лучше да да до сих пор не могу привыкнуть что это морковь мне кажется что это фруктовая составляющая плова сейчас еще на вкус и попробуешь это было даже подряд рецепторы мои ну и разумеется мясо сверху которые мы предварительно порезали и сэкономили себе время сейчас вот да вот сейчас вот хорошо ощутил да наверное что если бы нам последнее о чем я сейчас думаю о том как мы будем резать мясо это издевательство это конечно вкусно но когда в городе ты идешь по улице и там готовится плов и тебе его мгновенно наложили вот мгновенно нарезали это все там не занимает много времени соответственно мучение никаких испытывать не придется вот ну красота но просто невероятная красота сейчас вот этот красный морковочку вся вся гамма у нас цветов ароматов да и чеснок мы забыли про чеснок да ну смысле я я не забыл я не поумел сейчас вот и мы положим пока вот так вот наш острый перчик просто аккуратно в сторонке что вы да чтобы он дополнял вот эту всю красоту вот но не не мне не взрывал вкус да да итак пробуем с рисинки достаточно развалился у нас айзера да ну развалился развалилась лично он не развалился он варился да он мягкий прекрасный да попробуем нут на низ как удивительно мягкий рис а ну чуть-чуть вот косточкой да так как горошек да он как орешек труднее так растянуть и такая игра консистенции морковка которая у нас желтая и и сразу красные для сравнения сладкая а красный статик с кислинкой это это сладковато для сладости это слегка слегка кислинкой да ну покрыли теперь ты не думаешь что это не морковь не это не манго это не персик это персик конечно но это морковь и так и теперь попробуем все вместе с кусочком мяса мясом совсем мог какой-то хороший мясо взял что там такой получилось получилось мне кажется прекрасно мясо она я не знаю такое ощущение что она вот решили заходит тебе в рот и говорит все ребята молчите я сделаю все тебе сейчас будет вкусно и тебе действительно вкусно да я сечу кусочек с изюмом возьму сюрприз такой но что интересно да один разберешь тут попадается один вкус второй разберешь тут изюм другой вкус каждая новая ложка этого плова это каждый раз новый вкус я очень рад что ты да заценил такой метод дегустации это классно мне тоже он очень нравится вот и очень ценю вот сейчас мы значит тобой следующим этапом пригласим сюда гостей все съемочную команду все кто помогал сегодня все это устроить да и пока нас никто не видит и не слышите скажу что показатель хорошего плова это вот первые пять а может быть даже 10 минут я думаю что пять минут если тишина никто ничего не говорит значит поводался если слышно только вот такие вот звуки и иногда даже таких звуков не бывает да это еще лучше ну что пробуем пробуем увидим через минут увидимся что произошло ну вот наконец-то у нас накрыт большой стол все наши знакомые любимые друзья почти все почти все да ли саша мы все собрались мы загадываем желание потому что двумя сашами и начинаем пробовать плов прошу вас оценить как мы старались сегодня весь вечер вот ну и ваше ваше желание это будет лучшим комплиментом для нашей еды сегодня вот если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал мы еще готовим для вас очень много интересного я надеюсь вы будете с нами долго и узнаете много-много интересных рецептов приятного аппетита пока давайте кушать вот морковки сначала плов а потом в краешек салат я просто ждал пока сейчас сейчас я вот примерно покажу обязательно морковки обязательно нут морковки до мяски обязательно чай попробую кстати с улицами да мы тоже ничего не чувствуем не засижу привыкли кажется что так было всегда так создавать тебе тогда да ты это себе на глазу наелись пока готовили до что еще вот себе чесночок мясо да прекрасное прям превосходное так ну вот это вот она знаешь можно мне это тебе будет далее с косточкой погрызу и да 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 я там грызть нечего совершенно но там будет я думаю ты заценишь так и салат дать спасибо это моя ложка а тебе еще сюда ложку и я у тебя ее отобрал пожалуйста так салат а вот тебе чесночок со 60 чеснок я бы догадала надеется заберу сейчас плейт так dance и сразу два тоже да 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 и кексович на ну да не знаю откуда не пришло туда может быть там появилось может быть как-то пришло и модифицировалось большой это видим маленький это барбарис вкусно это плохо я нет я из крыма ух ты повезло родиться да там тоже тепло а где конкретно в крыше на стополь я при этом 6 лет сибири прожил потом что основном корму лепешку саш до 1 только что из тандыра